Если в городе большинство граждан не осмелится выбросить мусор мимо урны, опасаясь критики прохожих, то на природе осуждающих взглядов нет, поэтому бутылки, пакеты и другие отходы оставляются там же, где использовались. Именно такое складывается впечатление, когда оказываешься в лесу. Насчет того, что люди очень мусорят, я негативна. В принципе, я не мусорю. Для меня это немного странно, когда люди загрязняют свою территорию. Очередную экологическую акцию устроил Центр досуга молодежи «Портал». Помочь природе вызвалось около 20 волонтеров. Мы и в том году проводили экологические акции, и также продолжаем в этом году проводить экологические акции, потому что нам не безразлично будущее нашей земли, нашей малой родины. И лобинские волонтеры всегда отзываются на эти акции, идут. В этом году призван год экологии, поэтому мы, естественно, проводим экологические акции для того, чтобы сделать наш город чище. Убираемся мы на территории клуба 300-го квартала, потому что неоднократно уже молодежь, которая здесь живет, уже говорили нам о том, что здесь территорию нужно убрать. Уже в течение первого часа волонтеры, они же учащиеся средних и среднеспециальных учебных заведений города, собрали десяток мешков мусора. И ребята надеются, что их старания не пропадут даром, а роща в ближайшее время пополнится цветами, а не новым мусором. Уборка производится и в других частях города. Большую работу проводят общественники. Ежедневно производится уборка мусора на территории города. Так, председателями советов микрорайона вместе с активом они обходят улицы. Некоторым дают просто памятки, некоторым предписания, кто не реагирует, выдаются. Также убираются территории улицы, где особенно свалки образованы, там уже своими силами. С помощью нашего коммунального предприятия в дальнейшем этот мусор вывозится. Проведено около 42 акций по уборке. Выдано 685 предписаний и составлено около 30 актов на нарушителей. В дальнейшем эти акты будут превращаться в протоколы административные. Жители могут получить предписания от председателей квартальных комитетов, либо от председателей советов микрорайона за санитарное состояние на прилегающей территории. Это либо складирование строительных материалов, либо коммунальных отходов. Также по сорной растительности, либо номерные знаки тоже должны быть вывешены с названием улицы и номером дома. Указывается конкретный срок, в течение которого жители должны выполнить той или иной объем работы. Если это не выполняется, то составляется акт на нарушителей. В дальнейшем составляется административный протокол. И жители несут административную ответственность в виде штрафа. Если кого-то до сих пор мучает вопрос, куда отвезти свой мусор, ответ на него очень прост. Нужно заключить договор на вывоз бытовых отходов, и проблема будет решена. Чаще всего у нас в лесополосах мусор образовывается от жителей, которые не платят за вывоз мусора. Просьба всех жителей заключить договоры с МУП санитарной очисткой на вывоз бытовых отходов. Стоимость услуги составляет 57 рублей 97 копеек с человека за месяц. То есть это не такая большая сумма, которую можно оплатить. И не задумываясь вынести по графику, возле своего двора оставить, предприятие приедет и заберет. Не надо будет никуда вывозить и создавать несанкционированные свалки, которые убирают наши дети. Санитарный двухмесячник продолжается. Впереди еще много работы. Большой ее объем планируется выполнить 8 апреля. Именно на этот день запланирован всекубанский субботник. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.